Всем привет, дорогие друзья! На связи обучающая платформа IT District. Сегодня мы поговорим о безопасности сайта, создаваемого на WordPress. Действительно, главная угроза для сайта – это его взлом либо конкурентами, либо какими-то мошенниками, которые хотят как-то использовать ваш продукт или ваше имя, или просто вам насолить так, чтобы хлопнуть просто ваш сайт. И главное уязвимое место в вашем сайте – это панель авторизации вас как администратора. То есть для того, чтобы в тот же сайте злоумышленник должен зайти в вашу консоль редактирования. И самый главный доступ в эту консоль редактирования – это через форму авторизации. И все знают, что на WordPress форма авторизации доступна по доменному имени сайта, затем необходимо поставить «slash» и ввести «vp-admin». В итоге выйдет панель авторизации сайта, но при этом адрес сменится на ваш домен «slashvp-login.php». Вот эта панель авторизации, вот этот адрес, он самый уязвимый. Это уязвимая точка вашего сайта. И для того, чтобы обезопасить ваш сайт, вам нужно заставить WordPress сменить этот стандартный адрес панели авторизации на ваш какой-то уникальный. Да, конечно, это доступно на многих хостингах. Злоумышленники знают все эти адреса, на которые меняют стандартные адреса хостинг-провайдеры. И поэтому нам нужно уникальное решение. И такое решение есть. Давайте я зайду сейчас в консоль редактирования. Это я покажу на примере сайта из обучающей программы «Wordpress.революция». Нам нужно зайти в плагины, добавить новый. Здесь, значит, вводим в области поиска новых плагинов. Значит так, мы вводим «wp», по-моему, логин. Вот, смотрите. Вот он этот плагин. Запомнить его красный ключик. Переименовать в «wp-login.php». Установить. Активировать. После активации плагина перебрасывают во вкладку «Настройки» и в подвкладку «Постоянные ссылки». И вы видите, тут, значит, наверху, вот добавилась область, связанная с этим плагином. И вот нам предлагается переименовать страницу входа. То есть страницу авторизации. Вы смотрите, берем, давайте берем что-нибудь такое. Ведем сейчас «df256». Вот так вот. Да? Какой-то, какой-то набор символов. Давайте я его скопирую. Но вы, когда будете менять, вы где-то это запишите. Сохраняем изменения. И теперь давайте я в другом браузере, так как в этом браузере я уже авторизован на этом сайте. Видите, что происходит. В обычном состоянии вышла бы панель авторизации. Злоумышленники получили бы доступ к нашей уязвимой точке. Но сейчас все, что выходит, это написано «Сначала войдите, чтобы попасть на эту страницу». То есть ничего у злоумышленников не получится. А если мы… Давайте я найду ссылку эту. Вот. Возьмем, скопируем вот этот наш уникальный ключ. И вместо «wp-admin» вставим этот уникальный ключ. Enter. Смотрите. Выйдет наша панель авторизации. Вот так вот вы можете обезопасить свой сайт. Если было полезно, то ставьте лайк. Если не подписаны, подписывайтесь на канал. И включите уведомления, чтобы получать новости о выходе новых видео. С вами был обучающий проект IT District. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.